Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 669. События дня. Вторая книга Ездры, 4 глава, 27 стих. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин за 12 октября 2017 года. Объявление «Поставил сегодня в моем мире на своей странице Игнатий Лапкин 1688 новых фотографий». Сейчас вот надо мне проверить. Другая папка. Там около 2000 еще фотографий. Но это выбирается, которое было, допустим, одна треть, а две трети выбрасываются. Но они очень близкие друг к другу по содержанию. Выбираю иногда кого-то, прошу помочь выбрать. Фотоаппарат-то простой. Дальше отвечаю. Есть церковь и остальное ересь. Сатана придумал слова конфессии, динаминации, скрыв под этими нерусскими словами греческое слово «ересь». Еретики не произносят это емкое слово «ересь», чтобы не показались рога и хвост с копытами. Галатам 5.19. «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны и ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Вот как убийство и ереси. Еретики Царствие Божие не наследуют. Они могут подражать всё, жить более прилично, чем церкви. Не наследуют. У него ненависть сейчас, это блуд. Ну и что блуд? У кого я чего украл, один говорит. «Я пришёл с фронта, сколько вдов, меня везде приглашают, у меня по всей деревне мои дети, сейчас идут служить в армии. Я государственный человек, меня бесплатно можно содержать, ну, как производителя быка, там, жеребца. Тоже рассуждение-то государственного человека. Ну, ересь». Ава Агафон, когда братья обвиняли его, решив проверить его смирение, и блудником, и убийцей назвали, совсем согласился, потому что он переводил всё это на духовную тему. Посмотрел, подумал, ненавидящий брата, человек-убийца. А когда сказали ересь, он глаза бытер, слёзы убрал, говорит, никогда, братья. Почему? Там немощь плоти. Немощь. Ну, увидел там вещи, где-то не сказал, солгал, убил Господь. А здесь добровольное расторжение божественного единства. Церковь невесты Христовой, она основана там. Истектанты не понимают, ну, какая разница, динаминации, давайте вместе, то есть они совершенно неразумные, не понимают. То есть лишённые этой благодати. А мы вот поём, у нас там люди есть, поминают, там наркоманам помогают. Ну, всё, что вы делаете, вы делаете в ереси. Ни одно доброе дело не припомнится. А язычники, филистимляне, разве они не верили? Однако закон был один, истребляли и шершни, и люди. Дела плоти известны, это дела плоти. Плоть. Плоть не поста, не креста, на исповедь не ходят. Да что, а лютер, что ли, основатель церкви, или Джон Смит, или Эллен Уайт? Еретики упрямы, невежественные и тупые. У них нет благодати и разумения священного писания, какое было дано святым учителям Вселенской Церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Блаженный Иероним, Августин. У них сколько голов, столько и умов. Толкование одного и того же стиха. К титу Павел писал 3.10. Еретика после первого и второго образумления отвращайся, зная, что такое развратился и грешит, будучи самоосужден. Что развратился? По бабам пошел или как? Но речь идет, что он неправильно понимает Писание. Анапе моему. Он не в церкви. Баптисты, адвентисты, яговисты – все это не церковь. У них нет истинного рукоположения, священства, епископата. Нет таинства, нет разумения Писания. А они вот хорошие стоят. Ну, ты попробуй, сними с них галстук. Попробуй, покажи им, что бритва и прочее – это от мира сегодня. Дружба с миром, вража против Бога. Нет. Нет, нет. Да посмотри на своих руководителей, которые были, Павла, другие-то, рябошапки. Все же с бородами были. Да нет. То есть упрямый, он как мучит свое и все. Вот приехали. Ни поста, ни креста, ничего нет. Животики смотришь, стоит, руками машет. А теперь дальше надо радость, прыгает, святой смех. Ну, безумие, беснование. Поясняю. Мне приходится уже 55 лет сталкиваться с ними. Они вырывают один стих, и на нем образовывает новое лжеучение. И тут же находятся последователи этой блевотины. Исайя 28, 8. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. И уже все знают, как будто бы считают Библию, а с места не изминутся. Христос умер за нас. Это что, все? Христос умер за нас, я все. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Ничего дальше не надо. Я говорю, ну, написано, блаженны нищие духом их и старство небесное. Не надо ни веры в Бога. Здесь не говорится. На одном стихе. Суббота. Суббота. Все. Отдельная секта. Иегова. Иегова. Отдельная секта. И в любом вопросе, какой бы ни был, один стих вырвал, ну и дальше долдонят на нем стоят. Противно даже слушать. Все столы наполнены отвратительной, блевотиной. Нет чистого места. Нет. Чистого места на столе нет. Вот они сидят, занимаются и выходят. Впавшие в самую многочисленную ересь, в какую потерявшие священство и немогущие стать церковью. В первые века назывались безголовыми, где нет истины священства, а только выродки от Дофана, Аверона и Корея. Числа 16 глава. У них редко где истинное разумение. Везде провалы, несостыковки одного места в Святой Библии с иными, говорящими о том же. Ересь страшнее любого греха на земле. Ибо там нет священства, нет исповеди, нет таинства, и потому и не может быть надежды на спасение. Они, как огня, боятся беседы по Святой Библии, когда дается равное время оппонентам. Им бы только петь, петь и петь, как цыгане, там цыгане, там общины, они поют. Ну, ни одного не показали, что он работает где-то. Или он на барабане колотит, там скачет, скакать, падать, бесноваться. Истинный смысл Слова Божия от них скрыт. Истинный смысл Слова Божия. Иконы, они не понимают, идолы иконы – это одно. А вот написано, исход, 20-й глава, 4-й стих, всё, уперся, и дальше не знают. Я говорю, ну а как же языки Илья, 41-17, а вот там эта пальма, это вот то, изображение, иконы, иконы. А они им не поклонялись. Это второй вопрос. Сначала то, что это повеление Божие было. Исход, 25-я глава, сделай Херувимов. Это не считай, 20-я глава, дошёл, уперся, и всё. И самый маленький стоит, там, дают мальчишке проповедовать, он бегает там по подиуму, тоже машет руками, там, ну, пацанёнок совсем, он ничего не понимает. И ему проповедовать дают. И он кричит, так же и падает, и, ну, всё подражает. Артист! А эти сидят здоровые дядьки, сидят и слушают, смотрят. Владимир Галиндухин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрели потеряевские фото и с грустью вспомнили, что это уже история. Так быстро пролетело лето и наше пребывание у вас. Потеряем-ка особое место, куда хочется приезжать снова и снова. И каждый раз открываешь для себя что-то новое. «Вспоминаем вас и всех братьев и сестёр, с которыми провели это благословенное время. Спаси Христос!» Вот это люди говорят, которые побывали. Я обязательно должен приехать. Вот Сергей Игнатов был. Я обязательно. Он с Украины. Вот с Украины, с Германии, откуда бы ни было. Люди приезжают и ищут. А которые не были, он вякает, сидит там. Он ничего не знает. Он по чужим, кажется, окнам заглядывает. Александр Андрусенко. Игнатий Тихонович, вы заблуждаетесь в том, что православие и есть Церковь Христова. Мало того, я даже думаю, что вы и сами это понимаете, но признаться не желаете, ибо тогда вам пришлось бы опровергнуть самого себя в том, что вам сразу всё верно было открыто, и теперь вы только углубляете и расширяете ранее полученное от Бога. Но за меня зачем решать? Я думаю, а я вот о вас не думаю, я беру то, что вы сказали. Я этого не говорил. Православие – это истинная Церковь Христова. В ней все мужи Церкви были. Серафим Саровский, Егоров, Пеофан Затворник, Игнатий Брянщининов, Иоанн Кроштавский, ну возьмите даже современные, Иоанн Крестьянкин, другие, вот Иона. Все, а это что? Потерял веру, горе, беда. Я молюсь за вас только и всего. А что я буду? А вы сами понимаете, я думаю. За меня зачем думать? Я думаю, что вы сами понимаете. То есть я не понимаю, а я думаю, что понимаешь. Но это уже никуда не годится. Самому придумывать и свои мысли проталкивать мне в черепную коробку. Зачем? Не надо, дорогой Александр. Я за вас не думаю. Я просто вижу, что не могли кому-то что-то простить, увидели. Потеряли-то все вы, не я. Я в православии нахожусь. Со священством, с епископатом. А вы где? Где вы причащаетесь? А я ни к кому, так не пойдет. Церковь – это имеет общение друг с другом. Бог организовал ее, создал ее. Вам придется рано или поздно прильнуть какой-нибудь секте, где столы наполнены отвратительной и блевотиной. Обязательно. Обязательно. Вы не сумели простить кому-то что-то не такие священные? О священстве я знаю никак не меньше вашего. Я с ними общаюсь больше, чем вы. И ни один год, ни два, 55 лет. И продолжаю говорить, да, у них священство есть, старообрядцы белокринитской иерархии, там, древнеправославные называются. Это церковь настоящая, католики, грека у них, вот это, григориано-армянская. Это все церковь с ересью, с разными, где-то что-то борются. Открыто было, я вас расширяю, углубляю. Юрий Соболев, Игнатий Тихонович. Неожиданный для меня самого вопрос. Сегодня ночью я пробудился, и каким-то неясным для меня образом включился телефон. И зазвучала проповедь. Я скидываю туда проповеди, лекции, ваши, отца Геннадия, отца Андрея, для прослушивания. И сразу обратили на себя внимание цитируемые новозаветные слова. Разве не знаете, что породила следующую мысль? Разве не знаете? Это оборот неоднократно произносит апостол Павел, обращаясь к слушателям. Он, как фарисея от фарисея, ученик Гамалеила, знал священное писание на иглу. Будучи знатоком иудейской традиции, но обращение, разве не знаете, адресовано к тем, для кого, очевидно, говоримое им своего рода напоминание. Подобно, как и мы говорим, разве не знаете, что перед едой руки мыть? То есть, это значит, хорошо раввину учили народ, что говоримое слушателям апостолам было напоминанием. Вопрос. Может, и не говорили. Однако, ведь не все были из обратившихся иудеями. Значит, их ранее учил сам апостол Павел, а теперь лишь напоминает. Возникла такая историческая параллель. Представим, что современный священник обращается к пастве. Разве не знаете, что нужно платить десятину Богу? Разве не знаете, что женщин должны покрываться? Разве не знаете, что бриться нельзя? Не сама ли природа учит? Апостол Павел мог об этом и не учить. Разве не знаете? И дальше обращается к природе. А зачем она, борода, вдруг начинает расти? Зачем вообще волос на голове растет? Чтобы скрыть безобразие черепа. Вот, все. Безобразие. Смотри, то оно прекрасно, череп. Ну, голый череп или шевелюра. Шевелюра. Вот так. И так далее. Притом выше приведенное самое очевидное и знаменитое. По всему вопрос. Что же означает сей оборот? Риторическая фигура речи? Или действительно напоминание ветхозаветнее или новозаветнее? То и другое. Или это имеется в виду Иоанна 14, 26? Апостол лишь напоминает слушателям, открытое ранее Духом Святым. И это тоже. Дух Святой подсказал где-то. А теперь Павел им напоминает. Ну, вы же это знаете, что дети должны почитать родителей. Ну, вы это знаете. Ну, еще это не знаете. Каждый заботится, греет свое тело, питает свое тело. Разве про это не знаете? Ну, понятно, знаете. Но разве вы не знаете, что эти люди ничего не знают? А что по природе знают, как бессловесные животные, тем расслевают себя. Ну, видели, как бычки скачут на бычков и прочее. Видели? Ну, вот это так и люди себя ведут. Одна телка зачичковала и увела четырех бычков там наших, или даже семь. На расстоянии где-то шесть километров за ними ездили. Бычки-дурачки. Я такой ролик поставил. Так что и здесь это то же самое. Напоминание. О чем-то заговорил, а они это уже знали до него. Это напоминание. Напомнил о природе. Вот вы сказали о природе это правильно. Вот точно так же. Что мне интересно, вот тут священник был, Вадим, он четвергов. И он, я читаю местный епархиальный журнал, Алтайская миссия называется. Чего, может, там миссия, не знаю. А он статью там написал. И я его выделил из других семинаристов и послал ему книги в подарок. Вот. Ну, а потом проходит какое-то одно время, мы с ним встречаемся так, походя в городе. Вот с женой, видно, шел. А потом я журнал считаю и гляжу, там фотографии его. Думаю, ни разу не позвонил. Еще за стола не вылез звонок, и он звонит из другого города. Немножко поговорили. И к чему я так говорю? Бог как знает наши мысли. Где-то недавно встретилась у меня завернутая в бумажку лента. Небольшая. Кто-то снимал когда-то на какой-то маленький фотоаппарат, видимо. И там снимки-то их не разберешь. Кто их надо выворачивать? Ну, раньше, когда не было еще этой электроники-то. И я подумал, ну, кому отдать? Больше, ну, сколько это уже, 28 лет. Мой знакомый приезжает в Алабуев Александр Павлович. Очень знаменитый фотограф. Международных там берет призы. И он много о Потеряевке фотографировал. 28 лет. Вот думаю, на него бы мне выйти, и я бы ему это отдал, и он бы, может быть, проявил, кто там-то. Может быть, наши родственники. Тем более, это уже неповторимое. И вчера раз, звонок. Я гляжу, Волобоев Александр Павлович. Вот как он мог узнать, что он мне нужен? Он. Именно он. Потому что мы очень близки с ним. Он бесчетное число раз в Потеряевке. Было разные снимки. Что оттуда? Он выставки делал о Потеряевке. Притом не просто призовые. Заповедник Веры назовет. Первые статьи. Да, жена у него была журналистом. Там писала. Татьяна, кажется. Мать Ада спросила о ней. Вчера он мне сам звонит. Я говорю, так он, да ничего, говорит, нет, и не проявители, ничего. Но если с Каспришиным поговорить, там еще один. Он тоже частенько приезжает, и очень, ну, такие известные художники. Вот он позвонил. Не раньше, не позже. А вот когда я эту пленку взял, развернул, посмотрел, и как будто от пленки конец захватил его. Он сразу звонит, просится в Потеряевку. Я говорю, да делать там нечего, никого нету, батюшки нету. Нету, нету. Батюшка по монастырям опять отправился. Батюшка-то он такой, из патриархии вышел. Там все ему. Что-то нравится. Каждый раз возвращается, говорит, ничего лучше нашего нигде не нашел. Но ничего не понимает. Стою, говорит, там, и ноги устали, и не пойму даже, что считается. Он не знает, хотя знает наизусть службу. Ну, знает, уже больше 30 лет. Вот так. Рустам Гусейнов. Да, вы правы. У меня на работе одна женщина ходит со своей матерью в секту, евангельских христиан-баптистов. Я ей все про священство, про церковь настоящую, про работу над собой. А у нее в одного уха влетает, а с другого вылетает. И я ее понимаю полностью и целиком. Я был таким же безголовым на уровне мыслей. Секты посвящал, но редко и никогда не был членом сект. Никогда. Четыре восклицательных знания. Мое личное мнение, что за таких людей нужно молиться после первого отвращения их от истины. И более не прикасаться. А там дальше Господь Бог управит, разберется. Таким людям, так думаю, Бог просто запечатал сердце и разум. Видишь как вот. Сергей Игнатов. Аминь. Это на мое объересе, что я послал. Берег, к которому я пристал, на своем утлом суденышке оказался надежной пристанью, потому что она была воздвинута по Божьей благодати мужами и братьями. Крестовозвиженской, Анфимой, Некомедийской, православных общин. Свято-Анфимовская. Укрепи нас, Господи, на Твоей стезе. Загради нечестивые уста наших врагов, а их замыслы ни во что преврати и развей. Не помяни их безумие на страшном суде, а если угодно воле Твоей, вразуми их и примири с нами. Аминь. Николай Скляренко. Австралия. Ну, между собой они там переписываются, а я оттуда взял занятия. Так православные вообще Библии не интересуются. Собираются в приходы, кажутся своей верой и пониманием. Любви промеж ними нет, да и не хотят знать друг друга. Истинного покаяния нет, духовного роста нет, плодов нет. Суеверны, подозрительны, недружелюбны, властны, завистливы, едят друг друга. Синагоги сатаны и священства никакое не помогают. То есть это не все понятно мне, кого синагогой сатаны назвал, священство. И священство никакое не помогает. То есть в этом священнике сильнее сделать другую пасту. Неправда это. Неправда в том смысле, что если трудиться будет, что будет. Вот наши общины друг друга знают. Все время идут занятия, посещения больных. Не просто так, а дежурство там годами несут. Александр отвечает, так не во всех. Ну да, в большинстве, к сожалению. Скляренко. Вопрос в том, как спасаться. Согласен, что пища у еретикопа отличается, так сказать. Но дети спрашивают, покажи мне церковь. Пришли, посмотрели, и что? Это все спрашивают? А где все то, о чем их в Евангелиях и во всех Писаниях учат? Все, о чем вы считали и ты говорил, год уже пытаясь достучаться. Такое впечатление, что то, что затворено, никто не отворит. А к еретикам не могу идти, там другой дух. Еще хуже, несмотря на внешнее благочестие. Все, поплакался. Ривка. Можно будет пообщаться для обмена опытом, говорите? У нас тут целая коалиция разбившихся, сектантов, стучащихся в дверь православия. Андрей Рогачевский. Страшное время уж близко. Спаси Христос, Отец Игнатий. Благодарю Бога за все. С ним можно будет все преодолеть. Ждем с нетерпением новых дебатов по скайпу. Слышал, что там один грек вас обличать собрался. Думаю, ролик будет очень полезный для спасения. Да поможет вам Господь. Ну, ничего нет, говорит, печально без ответной любви. Я, как они меняют имена, там эти ники. И я разговаривал с ним так, если это Экатаон был, потому что я же его не вижу где-то. Он ничего не может слышать, магнитофон. Если беседовать с ним, ему так нужно будет. Пусть молится об этом, и Бог усмотрит. И обязательно, чтобы был арбитр. Ну, а кого? Ну, кто? Сергея Козлова. Чтобы он наблюдал, давал равное время. Раз, и выключил. А то он говорит там полчаса, и я слушаю, уже слушать нечего. Он будет молотеть, и всё. Ему мощи надо, кости нужны. Ну, я тебе чего отнимаю, что ли? Глажи кости. Что интересно, вот лошадь никогда не будет пить там помои какие-то. А корова всё выхлебает. И вот бывает где-то сдохнет скотина, и кости валяются, и корова найдёт. Кость, она сухая, ничего нету. Она длинная берцовая кость. Корова возьмёт в рот, и ходит с ней, как с трубкой. Сталин. Голову задерёт, и трубка, эта, кость торчит. Она её сосёт, или что? Корова. А корова чистое животное, а лошадь нечистая. А по жизни смотришь, лошадь самая чистая. Не сравнишь с коровой-то, а это. Или вот возьми, какие есть птицы, там считается она нечистая. Даже сказать трудно, питается чем? Чистая птица, курица-то, любой сморчок, любую блевотину всё съест. Вот. А есть птицы, которые, ну, возьми эту уже самую кукушку, есть нельзя. А она что там, червячков каких-то есть только. И таких-то птиц вокруг нас возьми, вот, жуланчик, стеница большая. У меня особенно жалко, вот, бывает, где-то ущелье, низко в тумане, летят скворцы и бьются в сеть. Которые в сети расставляют, эти ловят, там, итальянцы, или кто едят со скворцов. Скворцов есть. Ну, какая же там еда-то? И сколько скворцов, мало стало. Их тысячами там вылавливают. А он летит, что он знает-то, он летит. Вот, сеть-то у него на локаторе не отображается. Хорошие, культурные люди. И, главное, из сердечек соловьёв. Вот такой ещё обед бывает. Ласточины и гнёзда едят, там. Это я попутный всё. Ну, и наш ещё вчерашний день. Вот, целый день что-то тут делаешь. А что такое? Тут собирал, маленькие яблоня есть, там, трёс её, лестницу носил. Увидел вещи, тут один приносит с магазина, видимо, конфет. Как это, забракованное. А они хорошие. Гляжу, жена собрала хорошие мешки, вытащить на свалку. Да какое же ты имеешь право, говорю. Тут принесли, да отдай другим. Там разные кофты. Ну, ну, хорошие всё. А мне не надо. Да разве себе можно так думать? Мне тоже это не надо. И там каракуль есть, прямо каракуль, белее шубу шею. Готово, ну, искусственный каракуль. И вчера, вот, это всё день, это время-то наше, голубям, гляжу-ка, поздно вывели, под пушек не вырос, и они голуби, замерзает голубя-то. Принёс отогревать, а он дня через, дня через, часа через три окончился. А один ещё ночь поночевал. У меня всё это событие дня. Утром рано Виктора Николаевича Савченко на машину всё-таки, он всё у него заработал, новый генератор, там всё это, передачу, всё сделали. Загрузили старые рамы с домов, кому-то потребуется. А зачем их потерять? Вот зачем приезжают люди, любой сарай, везде требуются окна. А как-то о себе думают, мне это неприятно всегда. Загрузили, и уехал, доехал, всё. Разве можно так о себе только думать? Тут как-то провода сбрасывали возле линии. На проводах висят изоляторы. Изоляторы. Ну, они фарфоровые, белые. Ну, и берут машинами, волоком наши приволакивают, а провод для чего-то нужен. И раскручивают, выстригать они не будут. Гляжу, они их кладут на бетонный пасынок и обухом расколачивают. Гляжу, большая куча наколотила этих изоляторов. Я подошёл, ты чё делаешь? А чё? Они нам не нужны. Ну, кто-то делал-то, ну, целое. Приедут новые люди, ни одного изолятора-то нигде не найдёшь. Люди-то будут потерять какие-то. И пасынки, на которые столбы привязываются, они же ценные. Гляжу, фундамент заливают их. Положили, чтобы камней не ложить-то. Я бы людей этих... Ну, они живут потерять? Нет, конечно. Он и не думал об этом. А он чё чё делает? Да и же с этой женой, с её дочерью уже развёлся. Ну, то есть безголовшина. Вот это жестокосердие. А ты каждую проволочку, что найди, приедут люди, и ты дашь. Мне нужна труба, я купил. И запасных накупил. Потому что сам долго бился. Приехал, Роман, я подвёл. Какие тебе трубы надо-то? Выбирай, смотри. Я купил, да. Ну, нельзя так только вот о себе. Я поел и всё. Поел. А остаток куда делал? Оставшиеся-то в корзины собрали. Двенадцать. Чтоб каждый нёс, ощутил это чудо. Да и не только это. Это и кому-то дать можно. Это же не обкусанное что-то. Ну, и посмотреть на наши ресурсы. Вот в шапке «Я мой мир». Здесь много. Вот 1688 фотографий. Вчера я выставил здесь. Вот они идут. Видите? Вы добавили 191 фотографии. Внизу. Вы добавили 328 фотографий. Ну, тут по плейлистам. Ещё ниже. Вы добавили 358 фотографий. Это потеряевка. Вот сидят. 13, 26, 79. Я развивал. Нажимал 5. Вы добавили 597 фотографий. Вот сколько. Сейчас, я думаю, не поставлю. Я начал и получилось. Поставил всё это. Ну, а сегодня это всё сдинется дальше. Сейчас я посмотрю. Что тут? Вот сегодня. 2, 3, 4, 5. Всё выставили. Сейчас уберу. 3, 4, 5. Ну, и наш большой форум. Очень большой форум. 2805-й день. 1600 тем. Это не игрушка. И православный видеоканал. Вот так. И вот здесь сегодня тоже 5. Всего по 5 утра выставляю. Не выставляю, как замки снимаю. По 30 уже зашло человек. Ну, и во свете Библии, православный библейский сайт. Самые ценные вопросы-ответы. Вопросы-ответы. Это 9. 9 папка о войне. Я сейчас открываю эту тему. И в вопросе хотя бы один. Вопрос 3911. 27 том. Открытым оком. Заговорили о миссионерстве и в православии. Есть батюшки, которые в военной форме, в окопах в Чечне обращают к Богу, воцерковляют. Всё ли у них по слову Божию? Или опять только бы угодить власти? Это я на газа кафедры, по радио там передаю. И вот такие вопросы поступают. Ответ. Пока не приходилось ещё встречать в православии евангельского миссионера. Все давят под себя, а они ко Христу прямо ведут. Про камуфляжную форму что говорит? Тут чеченцы с этими миссионерами сами разберутся. Их отстреливают и платят больше, чем за офицеры. Но есть и артисты, которые продолжают своё увлечение насаждать уже подрясой. Кавычки. Горе мне, если не благовествую. Интересно, вот это горе, это у православных-то на исповеди надо спрашивать. 1 Корейфим 9, 16. Эти слова апостола относятся к любому православному христианину, который призван свидетельствовать о Господе нашем Иисусе Христе словами, делами и всей жизнью своей. Миссионеры – особые люди. Быть миссионером – значит последовать апостолам, ученикам Христовым, которым сам Господь дал право учить других в вере. Здесь скажут, а вы кто такие? Ну, кто мы такие? Христиане. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать всё, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28, 19, 20. В то же время в Евангелии сказано – это не в Евангелии, а в Новом Завете – это одно и то же. Немногие делать учителями. Вот почему быть миссионером – огромная ответственность перед Богом и людьми. О назначении миссии и её приемлемых формах наша беседа с уважаемым священником и опытным духовником, благочинным церквей Балашихинского округа Московской епархии, протеереем Николаем Погребником. Вот ему только погребать теперь этих солдат своих. Сейчас в нашей церкви период расцвета миссионерства. Это он говорит. Форма миссии самая разнообразная – от оригинальных до откровенно смущающих. Руководствующая за миссионеры и катехизаторы словами апостола Павла. Понимаете, он места Писания-то приводит, а никакого отношения-то не имеет к православному. Для иудеев я был, как иудей, был немощным для немощных, как немощный. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Первое корейство, 9-20-22. Да нет этого. Я за 55 лет ни одного не встретил. Никакой. Упертые. Тоже, как сектанты. Ну, ты понимаешь, что вот он обратиться может. Ну, почему же нельзя там молиться? Ты не соглашайся с тем, он произносит. Батюшка, поясните, как же все-таки следует понимать слова апостола и насколько миссионер должен погружаться в ту среду, в которой проповедует? Ответ. Насколько глубоко можно погружаться в ту среду, в которой проповедуем? Нам отвечает православный образ воскресшего Христа. Этот иконографический тип называется Сашести Ваат. На нем Господь, воскресший Христос, спускается в преисподнюю для того, чтобы возвестить пребывающим там людям весть о спасении, о том, что его воскресением побеждена смерть. Подумайте, Спаситель, Сын Божий в аду. Но это воскресение Христа. Он в сияющих одеждах. Он несет туда в преисподнюю свет воскресения. Никогда не ошибемся мы, глядя на эту икону. Кто здесь? Главное действующее лицо. Господь нас учит входить в самые тяжкие обстоятельства, в которых могут оказаться люди, быть снисходительным к немощам человеческим и уметь прощать грех, в котором кается грешник, но самим не становиться причастным этому греху. Нести свет во тьму, но самим не становиться тьмою. Смотри, Иоанна 1.5. Миссионер может нести Слово Божие в любую среду, от детского сада до колонии строгого режима, но оставаясь при этом пастырем исправным. Это значит, что и в детском саду, и в ИТУ, и в исправительное трудовое учреждение, православного пастыря узнают и по одежке, и по той духовной высоте, по тому верному слову, 1.5.4.9, который миссионер туда принесет. Недавно по телевидению было показано интервью со священнослужителем, бывшим актером. На пальце у батюшки красовался перстень, характерный для среды металлистов, череп и скрещенные кости. На вопрос корреспондента об этом странном для православного священника атрибуте он ответил, что это подарок, ему нравится, вот он и носит. Еще один сюжет был о батюшке-байкере, который в свободное от богослужения время одевает кожанку-косуху и лихо носится на мотоцикле со своими подопечными-байкерами. Вот они два с братом и разбились насмерть. Проповеди на рок-концертах выглядят пластикой на фоне сайта «Ерей-рок», созданного священником-рокером. Отцы рокера, отцы байкера, отцы актера. Как они, на ваш взгляд, воспринимаются паствой? Это действительно то, чего так не хватает нашей молодежи? Да никак. Никак. Они понимают, что он такой же, как ты, и ничего от него не принимает духовного. Вот апостол Павел бы на мотоцикле байкером носился. Смешно. Речь идет о понимании, о немощи какой-то. То есть он ест овощи, а другой ест мясо. Ни о чем другом там нету речи. Думаю, что популизм в миссионерстве, безусловно, заведет в тупик миссионеры и тех, кому он пытается нести слово Божие не только не помогая преодолеть страсти, владеющие его потенциальной паствой, но и сам уступая этим страстям. Если мы собираемся проповедовать среди наркоманов, категорически не согласен, что проповедник для того, чтобы показаться своим среди своих, должен дозу принять. Что касается использования атрибутики, характерной для молодежной субкультуры. А что затем? Фашистская свастика, а потом и сатанинская символика. Считаю, что этого делать не следует. Да и носиться по дорогам с безумной скоростью на мотоцикле, подвергая опасности свою и, что еще страшнее, чужую жизнь – дар Божий. Дело для священнослужителя не просто ненужное, но и недопустимое. Вот мы не сказали, он разбился и убил на машине, в которой ехал пенсионер. Если священник-сельский батюшка на мотоцикле, на лошади, на снегоходе отправляется к младенцу, которого нужно крестить, страждущему больному, которого нужно соборовать и причастить, никаких ограничений на способ передвижения нет и быть не может. А вот если священник-страстный байкер, рокер и тому подобное, то возникает вопрос, правильный ли его выбор. А один из известнейших старцев в наше время, архимандрит Иоанн Кристианкин, в одном из писем наставления предупреждает – от рок-музыки не рукополагать. Поскольку это опубликовано в письмах к духовным щадам, то можно предположить, что совет давался относительно конкретного случая. Как же следует понимать слова старца как «частное наставление» или все-таки «предостережение всем?» Или, может, от всего страхи на пустом месте? Ведь миссия, она сама по себе неординарна, и, наверное, здесь, как на войне, все средства хороши. Или все-таки не все. Прежде всего, для православного человека и на войне не все средства хороши. Вот предательство, измена, подлость – эти явления на войне, увы, нередки. Но никогда не победит человек, если он подал, жесток и бесчеловечен. Что касается упомянутого вами совета батюшки Иоанна, думаю, что значение его шире, нежели совет конкретному лицу. Я бы сравнил увлечение рок-музыкой не только, впрочем, ей одной, но и любыми другими музыкальными направлениями, однодневками – рэп, хип-хоп, транс и тому подобное с детской болезнью. Действительно, своего рода детская болезнь – доступна, заразительна и довольно примитивна, но главное – овладевает сознанием человека полностью. Можно этим переболеть, можно быть знакомым с этим чечением, но необходимо преодолеть. Согласитесь, если человек во взрослом возрасте болеет детской болезнью, ему противопоказана работа с детьми, и заразить ведь может, если человек сам еще не преодолел страстного увлечения рок-музыкой и подобными явлениями, сумеет ли он, став пастырем, найти убедительные слова, чтобы воспитывать свою паству, помогать людям бороться с греховными страстями? Отец Николай, храм, настоятелем которого вы являетесь, центральный храм Балашихинского благочиния. На приходе много молодых людей, но немало и тех самых старушек в платочках. В последнее время частенько в миссионерской среде стали говорить о том, что старушки в платочках якобы мешают воцерковляться молодежи приходить в храм людям, далеким от веры. Насколько велика эта проблема молодежь и бабушки? Ответ. Не вижу в этом никакой проблемы. По одной простой причине. Большинство из тех, кого именуют бабушками в платочках, и в самом деле бабушки в прямом смысле этого слова, которое своих внуков привели в храм, за что честь им и хвала. Но нередко бывает так, что дети или внуки начинают ходить в воскресную школу, а за ними приходят и воцерковляются и бабушки, и дедушки. Вот заметно отвечают. Ходят, слушают, воцерковляются. Ничего евангельского-то нету здесь. Ни слова. Но нередко бывает так, что дети или внуки начинают ходить в воскресную школу, а они воцерковляются, бабушки и дедушки. Так что все эти возрастные категории прекрасно уживаются и помогают друг другу. А свирепая старушка в платочке, гонящая молодежь за брюки, без платка и прочее, погоды в храме не делает. Из доклада Патриарха Алексея II на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви Москва 24 июня 2008 года. Минувшие годы показали, что одной из проблем церковной жизни остается недостаточная сплоченность духовенства и мирян. Неумение объединить усилия, разделить труды, служит серьезным препятствием на пути свидетельства миру об истине Христовой. Непосредственно с вопросом миссионерства соотносится тема противодействия с сектантским движениям. Поскольку с сектантством всегда есть искажение истины о Боге, мире и человеке, то подлинной эффективной формой борьбы с данным явлением может быть только проповедь образца здравого учения с верой и любовью во Христе Иисусе. 2 Тимопея 1.13. Интересно, через запятую. Вот через запятую, когда везде нужно через двоиточие. Не только пастыри, но и миряне призваны помнить, что свидетельство миру о Христе – это забота каждого. Святой апостол Павел называл благовестие своей необходимой обязанностью и писал, писал, чтобы и другие это знали. Горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9.16. «Без свидетельства о вере не может жить настоящий православный христианин. Будем же нести людям евангельское благовестие, будем и поддерживать миссионерские труды. Кто добрым словом, кто заботой, кто материальными средствами. Ведь именно от того, услышат ли люди Слово Божие, зависит будущее церкви». Вот это все берется в кавычки. Галатам 2.14. «Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельское, то сказал Петру, предсех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычски, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Не говорите мне, он умер, он живет. Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. Пусть розга сорвана, она еще цветет. Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает. 1886 год. Семен Яковлевич Натсон. Ну вот, и считаю, что на сегодня у нас хватит.